Я родом из персидской еврейской семьи. Я прожил в Иране первые 15 лет своей жизни. Когда я рос в Иране в еврейской семье, мы праздновали все еврейские праздники. Мы читали все в Писании и читали Агаду, и мы проходили весь Седер. Это были очень чудесные переживания. В возрасте 15 лет я приехал в Соединенные Штаты. Я никак не мог приспособиться. Я скучал по дому, я был в депрессии. Также я очень переживал о своих родителях. Вся страна погрузилась в хаос и революцию. Это было началом всех этих тяжких испытаний. У меня не было ни одного настоящего хорошего друга или близких хороших друзей. У меня не было людей, которым я мог бы доверять. По сути, долгое время я был одиночкой. Я жил в жилом комплексе со своим братом. Там было несколько парней, которые действительно были хорошими и добрыми, и мало-помалу. Я подружился с ними, и мы стали хорошими друзьями. Один из парней, его звали Том, спросил меня, интересно ли мне узнать о еврейском мессии. Что касается меня, я был иудеем. Я верил в закон Моисея. Я верил в Бога. Я понятия не имел о том, кем является этот Иешуа или Иисус. Я был очень удивлен, когда познакомился с Писаниями Нового Завета. Я увидел, что все авторы Нового Завета были евреями. Когда я читал слова Иешуа, то, чему Он учил и что провозглашал, я был настолько в восторге от этого. Он утверждал, что Он еврейский мессия. Всем своим сердцем, я помню это как сейчас, я действительно сказал Богу, «Боже, если Ты настоящий, и если Иешуа настоящий, я хотел бы узнать об этом. Я хочу, чтобы Ты открылся мне. Я хочу, чтобы Ты показал мне, является ли Он еврейским мессией или нет». Я читал Танах и Библию и сравнивал их. Это заняло какое-то время, возможно, около трех месяцев, но я наконец убедился, что Иешуа — это мессия. Для меня это был вау-момент. Это было просто невероятно. И я сказал, «Да, я действительно верю, что Иешуа — тот, кем Он себя провозглашал, и я хотел бы познать Его, и я принимаю Его в свою жизнь». Я почувствовал радость, которой не хватало в моей жизни. Я почувствовал надежду в своей жизни. Я почувствовал, что теперь во мне есть что-то, что направляет меня и ведет к близким отношениям с Богом. И я по-настоящему почувствовал это присутствие в моей жизни, Божье присутствие, духовное присутствие. Я никогда не переживал такое раньше. Мой старший брат и мой дядя были полностью против моей веры. Им казалось, что я предаю веру их самих, и что мне просто промыли мозги. И мне сказали, что мне запрещено иметь связи с любыми мессианскими верующими или людьми, которые верят в Иешуа. Мне было запрещено читать мое Писание. Я был полностью отдален от своей веры. Я связался с теми, кого я обычно называл не очень кошерными людьми. Трое моих лучших друзей были серьезными наркоторговцами. По сути, моя жизнь состояла из вечеринок и удовольствий. Прошло совсем немного времени, и я стал наркозависимым и заядлым игроком. Все становилось хуже, хуже и хуже, и я стал алкоголиком. Все закончилось тем, что меня взяли под стражу, и я попал в тюрьму. Я был абсолютно безумным. Я был полностью без Бога. Но я знал, что единственное, что может восстановить мой рассудок и мою жизнь, это Иешуа и Его любовь. Я ясно услышал Божий голос, который звал меня назад. И тогда я узнал, что у Бога есть цель и призвание для моей жизни. Из-за всего моего безумия и всех тех вещей, которые я делал в своей жизни, я снова посвятил свою жизнь Богу. Я так счастлив, и это такое чудесное благословение быть там, где я есть в своей жизни, быть свободным от различных зависимостей и проблем, которые были в моей жизни, полностью свободным в Иешуа. Очень сложно объяснить, насколько я благодарен за это и как я благословлен. Да, да. Продолжение следует...